Два года назад к нам обратился заказчик, который купил землю в гольф-клубе Pine Creek для того, чтобы построить там живой дом. Цель была дом построить, обустроить, довести его до такого состояния, чтобы там можно было жить. Въезжай и живи. А это значит архитектура, дизайн интерьера, ландшафт, ну в общем все как полагается. Место хорошее, знаковое, дизайнерское, живописное. Проблема была в том, что все дома в этом месте, которые были построены, это дома для сезонного проживания. Ну то есть люди туда приезжают, на выходные побыли и уезжают, в гольф поиграли, развлеклись и уехали. И вот стали покупать землю и строить там дома люди, которые решили там жить. И вот к нам такой заказчик и обратился с просьбой спроектировать ему дом. И разница дома, который для постоянного проживания и для временного, ну просто в размерах. Тебе не нужен большой дом, если ты приезжаешь на выходные, правильно? И наоборот, если у тебя большая семья и ты хочешь жить с комфортом, то дом, ну не может получиться очень маленький. И поэтому, естественно, дом получался большим. И это была сложность номер один на самом деле, потому что мы должны были вписать дом в существующую архитектуру, в существующий ансамбль, в среду, которая там сложилась и была уже изначально заложена архитекторами этого клуба. Но делать так же не хотелось и клиент не хотел. И мы стали придумывать что-то новое. Отсюда у нас появился дом. Это единый цельный ансамбль, но он состоит из трех объемов. Это не случайно, это как раз сделано для того, чтобы визуально дом облегчить, разбить его на три части, на три составляющие. В одной части у нас получился бассейн, в другой части гараж и веранда, и в третьей части это жилая часть, где спальня, гостиная, кабинеты. Ну вот так вот мы начинали работать. Это все началось два года назад. И вообще клиент пришел со словами, что хочу дом, хочу в нем жить и хочу, чтобы это был самый крутой дом здесь и вообще. Хочу, чтобы был бассейн, хочу, чтобы был вид, чтобы все комнаты были с видом на эти прекрасные поля. Ну там действительно вид красивый. Все гольф-поля перед тобой открываются, а дом на пригорке и оттуда действительно открывается красивый вид. И следующая сложность была в том, чтобы дом максимально спроектировать таким образом, чтобы большее количество комнат смотрело на гольф-поля с пригорка, в том числе и бассейн. Кстати, тут есть еще сауна за стеклом, то есть когда сидишь и потеешь, то сквозь стекло мы как бы не уходим с бассейна. Мы все здесь же. Бассейн как раз таки спроектирован так, что когда ты будешь плавать, плывя, ты будешь видеть всю красоту в этом поселке. Там же окна в пол, панорамное остекление. Представляешь, как круто это зимой. Идет снег, хлопья падают, гольф-поля в снегу, а ты плывешь в бассейне и смотришь, как летит снег. Кайф же. В хозяйской спальне ванна. Ну и самое крутое, конечно, что она перед окном и можно лежа в ней любоваться видами. Здесь очень клевые светильники, такие пузыри, как будто мыльные пузыри поднимаются с ванной. Очень прикольно. Но после разговора с клиентом, когда он сказал, что хочу, естественно, мы стали выяснять, а где это место, где эта площадка для стройки, что это такое, как выглядит. И мы поехали на местность смотреть, как это выглядит вживую. Оказалось, что это склон горы и на этот склон горы нужно усадить дом. Оказалось, что он весь засажен соснами. То есть это просто лесная горка вся в соснах. Сосновый бор, да. Естественно, первое, что мы сделали, это обозначили участок, поняли пятно застройки. Ну, это уже после проекта, разумеется. Для того, чтобы вот все эти деревья удалять, конечно, мы их убирали, освобождали место под дом. Сейчас идет подготовка участка застройки. Пометили деревья, сделали разметку всю необходимую. Теперь получили порубочный билет долгожданный. Теперь приступили к валке леса. Вот это первая сосна, которая будет упавшей. Пошла красавица. Опа! Когда мы изучили местность, мы уже примерно представили, что мы хотим там делать. И мы начали придумывать проект, конечно, с учетом местной архитектуры, как я уже говорил ранее, и с учетом ландшафта. То есть нам же было нужно усадить дом на этот склон. Деревья вырубили, вывезли, выкорчевывали пни, заровняли более-менее все это, чтобы смогла заехать техника и взять пробы грунта. И нам нужно было спроектировать его таким образом, чтобы максимальное количество комнат были ориентированы на всю вот эту красоту. И в этом и была сложность. Естественно, после этого мы сделали эскизный проект. И не один. Эскизный проект – это когда мы придумали образ дома, придумали планировку. И вот мы проект, который сделали изначально, эскизный проект, мы его очень долго согласовывали именно с местной администрацией, потому что они следят за тем, чтобы вся архитектура, все дома, они вписывались в общий контекст, чтобы они гармонично смотрелись. И мы очень долго согласовывали по двум причинам. Первое – дом очень большой, и он больше всех там, на тот момент существовавших домов он был больше. Мы вот эту разбивку на три объема дома как раз таки придумывали ради того, чтобы у нас согласовали этот дом и объясняли свою идею, вот эту разбивку дома на части, что он будет восприниматься легко, не будет такого громоздкого монстра, потому что по квадратуре примерно полтысячи метров. Вот специфика горы, она накладывает отпечаток на планировку в том числе. Ну потому что у нас, например, прихожая внизу, а гостиная вверху, просто потому что дом на склоне стоит. То есть вот такая интересная, необычная планировка. Гараж у нас внизу, гараж внизу, прихожая внизу и кабинет внизу. Если пришли, например, сослуживцы, то можно их, не заводя в основной дом, который на втором этаже, на первом, пригласить в кабинет, там что-то обсудить и выпроводить из дома. А вверх это уже полностью жилая часть и там же бассейн, напоминаю. И сложности, когда нам были еще, помимо того, что вот согласовать дом, его же нужно сначала сделать архитектурный проект, инженерный проект, проект на бассейн, на вентиляцию. Очень много компонентов, которые нужно учесть. Это не типовой дом, который ты покупаешь проект за 50 тысяч рублей и думаешь, у тебя случится счастье, ожидая чего-то сверхъестественного. Нет, конечно. Тут каждый узел продумывался. Была куча проектов. Ну, например, в типовом доме же нет проекта вентиляции, правильно? Нет. А здесь есть. А в типовом доме бассейна нет. А здесь есть. А в типовом доме нет такого панорамного остекления. Здесь есть. Ну и так далее. Очень много пунктов. И вот большая работа с проектом велась. А потом началась стройка. И стройка как раз началась с вырубки деревьев, с подготовки площадки, с заливки фундамента. То есть сначала каркас дома возвели. Скелет из бетона. А потом уже начали монтировать стены, облицовывать. Кстати, бассейн, чашу бассейна устанавливали как раз на этих ранних этапах. Не потом, а сразу же. Краном устанавливали чашу бассейна. А потом уже стены вокруг возводили. Ну а иначе потом не занести. Это же чаша бассейна. Она готовая. Она большая. Пять метров. Когда дом построили, мы уже приступили к внутренним работам. То есть уже воплощать в жизнь дизайн-проект. Дизайн-проект интерьера. Потому что помимо архитектуры нужно же еще и внутреннюю часть продумать. Что мы и делали. Когда продумывали дом, сразу же всю внутреннюю часть мы проектировали. И придумали индивидуальную мебель, интересный дизайн, свет, цвета интересные. Сначала покажу вам гардеробную для хранения верхней одежды. Вот такой размерчик впечатляющий. Ну и конечно сразу на себя обращает внимание вот эта тумба с великолепным камнем. При входе лестница сразу на второй основной этаж отделана натуральным деревом. И вместо ограждения сделаны вот такие рейки. У меня многие спрашивают, чем выполнять стык между плиткой и паркетом. Но вот здесь, например, это пробковый компенсатор. Но делать его можно только в том случае, если паркет приклеен. Тогда вот этот так сюда монтируется. Ну а зал выглядит вот так. С огромным потолком. Люстра. Диван встанет на место, шторы будут висеть и будет конечно чудесная атмосфера. Здесь в этом холле стены обшиты мягкими панелями, что гасит звук. И вот после стройки дома уже приступили к внутренней отделке и к ландшафту. Задний двор так называемый. Он уже и с точки зрения ландшафта завершён. Газон постелим. Дальше это лес. Здесь всё красиво. И всё это мероприятие у нас заняло два года. Это очень быстро надо сказать. То есть с момента начала проектирования дома вообще и до сдачи его клиенту прошло два года. И это очень быстрый срок. И удалось это потому, что в общем-то был человек, который руководил всей этой стройкой. Мы это называем управление ремонтом. То есть занимается этим специально обученный человек. Называется он руководитель проекта. И он занимается тем, чтобы контролировать подрядчиков, выстраивать сроки, увязывать это с поставками материалов, чтобы всё приходило вовремя. Потому что это же стройка. Там за всем глаз да глаз нужен. А ещё нужно всем управлять. То есть это как директор завода, у которого есть там цех по производству макарон. А есть цех по упаковке макарон. А есть цех по доставке. Ну то есть много всех и всех увязать нужно для того, чтобы получить результат. Во-первых спланировать всё нужно изначально. То есть чтобы не получилось кто-то с кем-то пересёкся и не даёт друг другу работать. Хотя такое тоже было не без этого. Потому что скорость достаточно большая. И делает это не дизайнер. Как многие считают, что дизайнер или архитектор может успешно руководить проектом. Он осуществляет авторское сопровождение. То есть он следит за тем, чтобы всё соответствовало тому, как он задумал в проекте. Вот у нас был и архитектор, который ездил и смотрел за тем, чтобы всё выполняли как он задумал. А то строители же всегда хотят привнести, так сказать, нотку своего творчества. Зачем-то сделать по-своему. А архитектор, дизайнер следит, чтобы этого не было. Но он не руководитель проекта. То есть руководитель проекта это тот человек, который управляет всем процессом. Проект был сложный. Но чем сложнее проект, тем интереснее его и проектировать, и реализовывать. Любой индивидуальный проект это всегда сочетание именно вот этого сложности и интересно. И конечно человек получает уникальный продукт, уникальный дом, который отвечает его личным потребностям. Поэтому я считаю, что мы с задачей справились великолепно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...